Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Пришло время открывать дачный сезон. В прошедшие выходные уже было тепло, и многие дачники выехали на свои участки. Какие проблемы волнуют садоводов, как будут организованы дачные перевозки и как правильно оформить землю и постройки? Об этом говорим сегодня в нашей студии. Председатель президиума Союза садоводов Самарской области Владимир Алексашкин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич. Добрый вечер. Вы уже были на своей даче после зимы? Попытался проехать прошлую пятницу, но пришлось часть дороги пройти пешком. Ну, несмотря на то, что уже весна наступает активно, но все-таки большинство дачных товарищей находятся в некоторой удаленности от транспортной инфраструктуры. Поэтому приходится пока пешком добираться на машине, и, к сожалению, пока не получилось доехать. Да, ну ничего, получится в следующий раз. Вот как раз о дачных перевозках, об их организации я хотела с вами поговорить. По какому принципу из года в год они организуются? Вот это важно понять. Могут ли быть проблемы, если упустишь какой-то момент? Ну, сейчас эта работа как бы налажена. В настоящее время практически все представители садово-дачных товарищей в лице председателей приезжают в департамент транспорта городской администрации. И при необходимости согласовывают дополнительное время, маршруты. То есть при необходимости вносится уточнение. Сейчас эта работа активно проводится, именно на данный момент. И практически к майским праздникам эта работа уже завершается. Если необходимость внесения корректировок схемам движения общественного транспорта, необходимо изменить протяженность или же создание новых пунктов, то, естественно, это, конечно, вопрос затрагивается и поднимается заранее. То есть уже в зимний период для того, чтобы к весне подготовить и материально-техническую базу, согласовать ряд технических требований к установке остановочных пунктов, к их оформлению, к их благоустройству. То есть ряд требований есть, которые, к сожалению, как департаментом выставляются, государственной инспекцией безопасности дорожного движения, и при этом еще необходимо соблюдать требования безопасности, прежде всего для дачников. Несколько департаментов и служб, да, вступлены в решение этих проблем? Да, ежегодно, если вносятся какие-то изменения в схемы движения и маршруты движения транспорта, то, естественно, любое нововведение, оно согласовывается как с департаментом транспорта, так и с государственной инспекцией безопасности дорожного движения. А вообще в связи с дорогами, с проблемой, как добраться до дачи, какие чаще всего вопросы у дачников возникают? Ну, конечно. И как вот у вас, как у общественной структуры, какие есть возможности в решении? Можете вы уже вот постфактум как-то вот что-то поправить, решить, переделать? Ну, конечно, в рамках сотрудничества с администрацией городского округа Самара, то есть эти вопросы обсуждаются, как на встрече с главой города, с руководителем профильных департаментов. При необходимости мы идем на согласование и с Министерством транспорта, автомобильных дорог Самарской области, поскольку все-таки дачники находятся не только на территории городского округа, да, за чертой городской. Поэтому здесь, конечно, приходится ряд полномочий относится к Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области, и с ними приходится дополнительно вопросы эти также согласовывать. Но эта работа также налажена, поэтому все те вопросы, которые поднимают, прежде всего, председатели садоводческих товариществ, сами дачники поднимают, мы их аккумулируем, то есть формируем полонаправлением и стараемся их как бы решить. То есть принцип заявительный, не нужно сидеть, молчать и жаловаться, что у вас нет остановочного павильона, что вы сидите там, и скамейки нет, и на земле там некоторые, да, а нужно заявлять, и непосредственно даже вам, и вы сможете найти уже какие-то координаты. Конечно, конечно, потому что все-таки городской администрации и Министерству транспорта трудно понять те проблемы, когда не выехали на место, не разобрались. Ведь дачникам самим лучше знать, как для них лучше, что, какая помощь нужна. Бывают, конечно, и ситуации, когда ни требования безопасности не позволяют, к сожалению, удовлетворить все требования дачников и их просьбы. То тут, конечно, нужно и понимание исходить из того, что все-таки безопасность перевозок – это прежде всего. В том году, я знаю, что вы практически все лето ездили по дачным массивам, собирали и людей, и председатели, общались. Вот какой итог можно подвести, чтобы картина у нас обрисовалась? Какие проблемы больше всего волнуют дачников? Что-то уже, может, решается. Потому что начинается новый сезон, и хочется, чтобы, как минимум, какие-то проблемы решались, не переходили из одного сезона в другой. К сожалению, проблем, наверное, как и во всех остальных отраслях, и они, наверное, однотипные, но они решаются. Не сказать, что решаются сразу, моментально. Для этого, конечно, приходится проходить ряд процедур согласований. Здесь, конечно, ряд вопросов мы уже как бы решили. Вот к краеугольным камням в прошлом году, и для нас, прежде всего, для дачников, находящихся в зоне строительства стадиона, магистрали центральные, которые проходили именно непосредственно или же через дачные массивы, или непосредственно близости, естественно, вставал животрепещущий вопрос, как сделать так, чтобы интересы дачников не были нарушены. В этом вопросе именно благодаря и Союзу садоводов, и тесному сотрудничеству, и пониманию со стороны как областной администрации, Министерства транспорта были проведены ряд встреч, согласований. И поэтому уже сейчас этот вопрос как бы не столь животрепещущий. Уже ряд дачников уже получили и денежные компенсации. То есть эта работа как бы идет, но проблемы, что касаемо переноса коммуникаций, которые обеспечивали все садоводческие товарищи, а поскольку у нас там несколько садоводческих товарищей, довольно крупных, попадают в зону застройки, пока эта проблема не снята, но по заверениям и руководства Министерства транспорта, и проектировщиков, все эти пожелания дачников учтены, заранее внесены изменения в проектную сметную документацию, и все будут учтены. Как на самом деле произойдет, ну, конечно, это будет по ходу реализации, по ходу строительства. Но, по крайней мере, мы практически еженедельно созваниваемся с председателем садоводческих товарищей, и они всегда докладывают, какие что изменения, и мы это держим руку на пульсе. И стараемся все-таки откорректировать и где-то внесить необходимые коррективы, чтобы вовремя обратиться к тем или иным структурам. Уважаемые телезрители, я напомню, телефон 202-11-22, и если вы дачники или садоводы, звоните, и если у вас есть проблемы, которые вы хотите решить в этом сезоне, можете звонить, обращаться к нашему гостю, и, надеюсь, вы получите консультацию. Вот я хотела бы еще уточнить, вы сотрудничаете с городской властью, с министерствами области, а на законодательном уровне, с представительной властью, можно какие-то проблемы решать? Потому что все-таки депутаты, они тоже, опять же, те же дачники, и тоже могут, наверное, посодействовать на уровне закона. Да, и в решении ряда вопросов. У нас, конечно, вот эта основная проблема, прежде всего, связана с оформлением садов и дачных участков. В связи с тем, что внесены были изменения в 2013 году в закон о морской области земли, который позволял дачникам в упрощенном порядке оформить земельные участки, и, к сожалению, по ряду объективно-субъективных причин оно тормозится, реализация этого закона тормозится. Вот, в частности, у нас очень много проблем именно с городским округом Самара в плане оформления. Как всей территории садоводческих товарищей, здесь, конечно, можно и понять то, что где-то красные линии, где-то земли лесного фонда, и при этом, как бы, во вторую только ставится то, что садоводческие товарищества уже были созданы и 30, и 40, и 50 лет назад, когда ни красных линий в помине не было, и земли лесного фонда не входили в территорию. И сейчас в ряде случаев и утеряны документы про устанавливающие, и по вине именно административных и властных структур не было доведено до конца. Те же самые исключения и земель лесного фонда. То есть на уровне области эти вопросы были решены, то есть на уровне Совета народных депутатов, обл. исполкома. Но в окончательном варианте постановления Российской Федерации об исключении земель лесного фонда не было принято. И с этим у нас встают правовые коллизии, по которым, с одной стороны, дачники и говорят, что мы уже длительное время находимся здесь, но формально де юре, они все-таки находятся в ведении Министерства лесного хозяйства. Их можно только арендовать, да? Да, только арендовать. И вот будет как-то решаться, вот если вы говорите долго, ну 25-30 лет там кто-то, да, может там даже 40 у кого-то в аренде, и потом можно будет его... К сожалению, нет. Сейчас уже третий раз Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области представило документы на внесение изменений в соответствующие границы земель лесного фонда, но пока Рослесхоз не согласовал данные изменения. И поэтому пока на данной стадии можно сказать, что на уровне все-таки правительства Российской Федерации этот вопрос не решен и остается открытым. Да, вот опять же проблема, которая не решается. Ну послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Я зовут Татьяна Иванова, у меня такой вопрос. Вот мы в Страниловской даче, Странилово, Ловшевский район, вот, и мы 15 лет там уже на этом массиве, вот. И у нас так получилось так, что мы-то, нам документ был составлен, но нам хозяева не отдали документы о том, что они имеют свидетельство на эту дачу. Я просто волнуюсь сейчас, я с тебя сделаю. Не волнуйтесь, пожалуйста, понятно все, что вы говорите. Да? Ну ладно, слава богу. Ну вот. И вот нам помогите, пожалуйста, куда нам с меньшей тратой денег, потому что, в основном, у нас такое положение, что у нас все мужчины поумирали, а сыновья поумирали, зять и наш умер, и мы три женщины, дочка, внучка и я. Помогите нам, куда нам обратиться? Да, Татьяна Ивановна, сейчас Владимир Геннадьевич. Вход денег, шкаферикат, оформить эту дачу. Спасибо за звонок. Татьяна Ивановна, вы можете к нам обратиться по телефону 202-97-17. Офис нашей организации находится Карл Маркса 177А, помещение 8Н. По этому телефону вы можете записаться на прием. Естественно, мы с юристом посмотрим ваши документы, при необходимости окажем всю методическую помощь, и организационную, и правовую. Причем это делают совершенно бесплатно. Поэтому никаких денег вы не платите. Все, что... Если вам необходима будет консультация, разъяснение и помощь в оформлении этой документы, то, пожалуйста, мы готовы помочь. К нам приходят еженедельно десятки дачников. То есть мы и разъясняем, помогаем. Где-то по архивам восстанавливаем утраченные документы. То есть эта работа проводится совершенно бесплатно. Поэтому вы можете приходить к нам. Только единственная просьба. Да, принесите те документы, которые у вас имеются. И дальше мы и с председателем вашего садоводческого товарищества, или все-таки с администрацией муниципального района, или городского округа, мы, конечно, постараемся разобраться в вашей проблеме и помочь. Время еще есть. Пожалуйста, звоните, задавайте еще вопросы. Какие специалисты еще есть в Союзе? Вот юридическая помощь, понятно, у вас есть юрист. Еще что может быть? Да, еще мы можем предложить услуги кадастрового инженера. То есть кадастровый инженеры, ну, как бы, это коммерческая организация, которая берет какую-то денежную плату за проведение. Да, вы же с ним сотрудничаете, потому что можно рваться на непрофессионалов. Да, 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 естественно. Во-первых, много приходит жалоб в связи с некорректным оформлением земельных участков, с недостаточным оформлением. К нам приходят, и мы им начинаем разъяснять, что да, здесь вот недоработка, здесь не согласовано. Бывает так, что кадастровый инженеры вносят заранее заведомо ложные сведения. И такие факты были установлены недавно буквально по садоводческому товариществу. Вот в Волжском районе у нас выявились несколько таких фактов. Мы сейчас совместно с прокуратурой Волжского района будем проводить проверку по этим фактам, когда кадастровый инженер, заведомо или зная, или же не зная по каким-то причинам, внес данные вообще другого садоводческого товарища, который находится немножко вдалеке. И у нас, да, получилось как анклав. Вообще оформили земельный участок, но поскольку документы были представлены, естественно, были поставлены кадастровый учет, но сейчас пытаемся разобраться в этой ситуации, почему же такая произошла. Вообще, наверное, в рейтинге проблем дачников вот именно оформление земли, да, вот в собственность. Конечно, конечно. А еще и построек, вот с этим тоже как-то сложно разобраться. Вот если новое строение ты строишь, как его нужно сообщать об этом или не обязательно? Ну, с оформлением как бы недвижимости, то есть дачных домиков, садовых домов, это гораздо проще. Если земля находится в собственности, то оформление садового, дачного дома не составляет большого труда. Оно носит заявительный характер, это оформление. То есть приходите в регистрационную палату и просто заполняете определенный бланк, по которому вы просто как в заявительном порядке сами подаете количество комнат, из чего сделано. Там типовой документ, который в течение 5, максимум 10 минут составляется, подаете в уведомительном порядке и получаете свидетельство о праве собственности. Но это обязательное условие при наличии свидетельства о праве собственности на земельный участок. Еще часто возникают вопросы по оплате земельного налога. Если участок оформлен в собственности, естественно, мы платим. И вот даже встречаются две соседки с одной площадки дома, одна платит там какие-то очень большие суммы, а вторая, у которой даже больше участок, она платит меньше. От чего вот это все зависит? Ну, ставка земельного налога, она единая. Единственное, здесь может быть разночтение только в том случае, если земельный участок имеет разный кадастровый квартал, то есть и различную кадастровую стоимость, или же тот или иной человек по сравнению с другим имеет налоговые льготы. То есть 0,3% от кадастровой стоимости – это ставка земельного налога. У нас в городском округе, то есть инвалиды, первые группы, то есть участники Великой Отечественной войны, они освобождены от уплаты земельного налога. То есть ряд категорий имеет 50% скидку. Поэтому здесь, конечно, всех под одну цифру как-то трудно сопоставить. У нас есть еще звонок от телезрителя. Добрый вечер, как вас зовут? А вот, здравствуйте. 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 Будьте добры, если можно, рассказали бы чуть-чуть о тарифах. Потому что уж очень смутно нам это все поставляют. Спасибо. Что касается тарифов, они установлены. Приказы Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Косомарской области, в частности, для садово-дачных товариществ. Они для всех едины. Что касается электроэнергии, она установлена в размере 2 рубля 41 копеек, за киловатт. Все, что касается дополнительных сборов, это решают сами на общем собрании дачники. То есть, это имеется в виду целевые взносы на обслуживание или на ремонт системы электроснабжения. Это не входит в тариф и определяется самим общим собранием, то есть, самими членами садово-дческого товарищества. Но тарифы, они едины. Они меняются, вносятся изменения два раза в год, устанавливаются непосредственно приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Косомарской области. Если вам будет интересно узнать тарифы, вы также можете позвонить к нам по телефону. И секретарь в приемной вам даст норматив, каким же приказом введен и на какой территории. То есть, что касается, поскольку все-таки установлены для городского округа Самара, например, одни тарифы. Для сельских территорий установлены другие тарифы. Но что касается садово-дачных товариществ, они все едины. И если вы хотите получить эту информацию, вы, конечно, позвоните по телефону 202-97-17. Мы можем на ваш электронный адрес это постановление как бы направить. Или же просто вам разъясним те тарифы, которые на какой период установлены. Поскольку сейчас эти тарифы установлены зимой. И они действуют до 1 июня. С 1 июня будут внесены или же изменения, или останется на том же уровне. Но это будет также определено приказом Министерства энергетики и ЖКХ. Напомню, и наш телефон 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. Те, которые касаются дач. У нас еще есть время. Если, вот к разговору о тарифах, если свет еще не проведен, или газ, или там еще что бывает, вода. Вот как эти вопросы решаются? На уровне председателя? Потому что и председатель может не знать, какую компанию, каких подрядчиков, еще что-то. Все вопросы решаются это общим собранием. Это отнесено к компетенции общего собрания, согласно федеральному закону номер 66. А сам частник, если есть свой участок, дом, и не согласовывая с соседями, он может себе воду подвезти? Или электричество? Или как-то? Или только на общем? Как вот это разобраться с этим? Этот частник находится на территории садоводческого товарища. И вот еще, извините, вот если соседи, которые уже там из года в год не приезжают на дачу, у него вокруг там заброшенные участки, вот где он будет кого собирать? Здесь настолько глобальный вопрос, но все вопросы организационные, технические, они отнесены к компетенции общего собрания. Сами дачники решают, к какой компании подключиться, какие работы проводить, устанавливают и утверждают приходно-расходную смету, сами устанавливают размер тарифов для себя, сколько на воду, сколько на электроэнергию, сколько, но имеется в виду не сами тарифы, а на содержание электрического хозяйства, водного хозяйства, на ремонт, на текущее содержание. Это все отнесено к компетенции общего собрания, поскольку все это утверждается общим собранием. Что касаемо частников, которые не входят в состав садоводческого товарища, но пользуются услугами системы электроснабжения или водоснабжения самого садоводческого товарищества, то они оплачивают согласно тарифам, но на условиях, установленных общим собранием садоводческого товарищества. При соблюдении того, что они не принимали участие в поевом взносе или когда все это дело формировалось, то есть строительство ввелось, то тогда в данном случае общее собрание решает, сколько должен заплатить человек, который пришел со стороны и хочет воспользоваться общей инфраструктурой. Тогда это общее собрание устанавливает, сколько установить этот сбор. Наверное, из года в год все-таки расходы растут, так как все у нас возрастает, расценки все. И хотелось бы узнать, как можно оправдать вот эти затраты? Допустим, есть желающие реализовать свою продукцию, излишки. Вы тоже занимаетесь организацией этого процесса или это к вам не относится? Мы вот в прошлом году в ходе встречи с главой администрации города, мы решили как, то есть для садоводов и дачников установлены лимиты на каждом рынке. То есть дачник, садовод может точно так же прийти, обратиться. На каждом рынке установлено определенное количество процентов. Квота, наверное, лимита. Да, места, которые и места, и количество места, которые установлены для реализации. И в этом году тоже будет заорганизовано, все то же самое. Есть еще звонок, говорите, пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем. Здравствуйте, у нас дача, Алексеев, Годяевский, местный район, около карьеры. Можно ли нам туда пустить рейсовый автобус с Алексеевским хотя бы? А то нам дачи золотые стоят. Карьерам нельзя, там загородили, приватизировали. Парень им тоже нельзя ходить, не дойдем на 5 километров. А то Алексеев ездит такси, часики, 200 рублей. Понятно. Вот такая ситуация. Тогда вы... Не представился. Да, к сожалению, не представились. Вы позвоните, поскольку это все-таки отнесено к компетенции не городского округа Самара, а к администрации городского округа Кенель и Кенельского района. Поэтому здесь потребуется, наверное, все-таки разбирательство и вмешательство как Министерства транспорта автомобильных дорог Самарской области, так и администрации муниципального района Кенельский. Поскольку все-таки эта проблема существует, вы все-таки позвоните нам. Мы постараемся более детально вникнуть в эту проблему и постараемся и с руководством администрации муниципального района Кенельский, и с руководством Министерства транспорта каким-то образом помочь. Но этот вопрос требует, конечно, и проработки, и тщательного разбирательства. Но здесь еще могу сказать, что многие вопросы нужно, конечно, согласовать как с исполнительной властью, так и с законодательной властью. Поэтому мы, например, завтра встречу проводим с первым заместителем Самарской губернанской думы Трояном. Он также будет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Борисович Фетисов. Поэтому у нас завтра встреча председателей садоводческих товарищей Самарской области. Она будет проходить в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на Невской-1. Поэтому эти вопросы, конечно, мы будем обсуждать, ставить вопросы. Здесь, конечно, и правительство. Мы находим поддержку со стороны правительства Самарской области. И я думаю, что такая же поддержка нам будет оказана со стороны представительной власти. Поскольку этот год, конечно, он же еще и связан с выборами как депутатов думы губернанской Самарской области, так и с депутатами Государственной думы Российской Федерации. Поэтому, естественно, и от активности дачников, от того, что как мы сами будем общаться с кандидатами и депутатами, насколько мы будем правильно оформлять эти заказы на путствие, и как депутаты, конечно, будут реализовывать наши пожелания. Главное потом спросить с депутатов, потому что заявки-то свои наказы мы каждый год, каждый раз оставляем. Да, а вот что бы решилось это еще? Давайте послушаем еще один вопрос от телезрителей. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте, Галина Витальевна. Вот скажите, мы вот купили недородачу на Соку, в Соковский массив. Ну, мы не знаем, какой автобус там ходит, откуда и какое расписание. Вы сейчас ничего не можете нам не сказать. Попробуем. Ну, здесь Соковский массив, там несколько маршрутов ходят. Поскольку на Соковском массиве у нас порядка 10 садоводческих товарищей. Я, к сожалению, не знаю, в каком вы находитесь в массиве. Там у нас и садоводческое товарищество «Металлист», у нас садоводческое товарищество «Металлург», поэтому тут «Моторостроитель». Тут трудно сейчас сказать, какому вашему садоводческому товариществу. И у нас там несколько маршрутов ходит. И трудно определить. Мы можем вам подсказать, если, конечно, вы нам более конкретно скажете, в каком все-таки садоводческом товариществе находится ваш садово-дачный участок. Тоже можно позвонить. Да, позвонить, конечно, мы проинформируем у вас, какой маршрут, откуда начальный пункт отправления. Да, телефон во время эфира выходит на экран. Еще один звонок, принимаем. Добрый вечер, как вас зовут? Валентина Егоровна. Очень приятно. Вот у меня такой вопрос. Вы слышите меня? Слышим, слышим. У меня вот такой вопрос. У меня дача на 17-м километре. Где вот Московское шоссе? У меня там все застроились. И не застроились. И моя одна дача осталась. Что ж мне делать? У меня воду... И вот мой один домик остался. А я не хочу ее ликвидировать-то. Что ж мне делать? И что у нас там будет? Да. Ну, конечно, территориально определить сейчас сложно. Где же у вас находится садовая дача? Ну, если она оформлена в собственности, ей же ничего не грозит? Конечно. Если у вас оформлено право собственности на данный земельный участок, никто у вас не изымет этот земельный участок, кроме установленного законом порядка для муниципальных или государственных нужд. Но этот порядок определен. И прежде чем изымать... Там очень сложная процедура прохождения согласований. Просто скучно, наверное. И никто у вас не обойдет стороной. Ну, действительно, если представить такую ситуацию, что ты сидишь одна на этом участке, и вокруг никого нет, то, наверное, не так уж весело. Ну, вообще, у нас 17-й километр, как бы, довольно обжитой. И довольно... Там много у нас садоводов, дачников. И довольно... Поэтому мне трудно судить, к какому садоводческому товарищу все-таки относится ваш участок. Ну, в любом случае, может перезвонить Валентина и еще подробнее рассказать. Да, пообщаться. Более подробно, конечно, нам установить местоположение земельного участка, чтобы определить... Ближайших соседей. Да, ближайших соседей. И вообще, к какому садоводческому товариству относятся, поскольку тут на одной улице находится одно садоводческое товарищество, а буквально через дорогу уже другое. И поэтому там, как бы, разные способы решения. Одно попадает, другое не попадает. На какой территории находится. То есть, оформлено и, как бы, получены ли все документы, согласованы ли уже городской администрации, внешние границы. То есть, здесь, как бы, ряд моментов. Потому что у нас сейчас более 10 садоводческих товарищей по территории городского округа. Уже сама городская администрация согласовала. Вот это, что касаемо нижних доек, там, массив нижней доеки, электрощит, стром-машина. То есть, ряд садоводческих товарищей, что это и касаемо вот в районе Зубчининки, то есть, которые, прежде всего, под зоной застройки. Они все согласованы внешней границы. Понятно. Ну, конкретно разберетесь. Сейчас еще один звонок очень коротко. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Лариса Александровна. У меня вопрос. Я являюсь членом дачного товарища-мельницы, но являюсь также членом... У меня абонент... Я абонент с Абонентом Энерго. Отношусь ли я к тарифу 2.41 или нет? Спасибо. Очень мало времени. Да, тариф для садоводческих товарищей. Если земельный участок ваш находится на территории садоводческого товарищества, у вас должен быть тариф 2.41 рубля, независимо от того, находите вы на сельской территории или городской территории. Вот спасибо за то, что... Только, главное, находились на территории внутри садоводческого товарищества. 2.41 остается у Ларисы. Спасибо. Наше время эфира подошло к концу. Еще не затронули вопросы по вывозу мусора, но я думаю, что у нас еще будут поводы встречаться и все это обсуждать, потому что экологическая составляющая, конечно, это очень важно. Мы едем на дачу, чтобы дышать свежим воздухом, а не грязь какую-то, мусор, все это видеть по дороге хотя бы на дачу. Спасибо еще раз за то, что пришли. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»